На границе в Брянской области сдержали бывшего украинского диверсанта. Георгий Аделаев рассказал о подготовке терактов, которые Киев планировал в Крыму. Выяснили, кто конкретно стоял за организацией. Эксклюзивные кадры допроса в мастериале Антона Подковенко. Новые фигуранты истории с терактами, которые предотвратило ФСБ в Крыму в 2016 году. Нападение на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечение полуострова планировали и готовились осуществить сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Украины Громов, Шаповал и Буданов. Александр Громов, начальник отдела спецразведки, был правой рукой полковника Максима Шаповала. Главы всего спецрезерва его взорвали в автомобиле в Киеве летом 2017 года. Квалифицировали как теракт. Ему еще Порошенко посмертно звание Героя Украины присвоил. А Кирилл Буданов это просто сотрудник отдела украинской спецразведки с репутацией самого отмороженного. Участвовал во многих операциях на юго-востоке страны. Мне известен сотрудник спецрезерва Гурмова Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич на 2015 год, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперации ГУР в зоне АТО. Задачи он получал лично от Шаповала либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности спецзадачи в украинской военной разведке, Громов и Шаповал являлись руководителями, организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму. А Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии. Все выше указанное и сказано мною без всякого психического и физического воздействия со стороны. Показания дает Георгий Абделаев, гражданин Украины, подполковник в отставке Управления специального резерва Главного управления разведки Украины. По сути, диверсант с навыками проведения агентурной работы, в частности, вербовки. Когда летом 2016 года украинская разведка планировала теракты в Крыму, группу украинских диверсантов задержали наши силовики в районе Армянска. При этом погиб сотрудник ФСБ. Были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы и оружие, которое состоит на вооружении спецподразделений украинской армии. Абделаев обсуждал эти события со своим бывшим командиром Игорем Тарасюком. Примерно с сентября 2016 года я от Тарасюка узнал, что собственная безопасность Гурма Украины ведет разбирательство в отношении полковника Громова из-за событий в Крыму. В связи с этим я для себя сделал вывод о том, что Громов участвовал в разработке указанной спецоперации в августе 2016 года в Крыму и непосредственно руководил ею. Абделаев рассказывает, что с 2015 года собирал информацию по поездам между украинской Дружковкой и Ясиноватой, которую контролирует ДНР, а также его неоднократно отправляли в командировки на юго-восток Украины. В Гурмова Украина я занимался базовой подоток, выполнение парашютных прыжков, водолазная подоток. Я трижды командировался в зону АТО на юг-восток Украины, а именно в город Краматорск, лагерь Патриот в НП Очередино Донецкой области. Мои функциональные обязанности входило в осуществление охраны радиоэлектронной техники. Потом Абделаев уволился в запас и вот задержан на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции. Однако в террористических акциях Георгий Абделаев, как установило ФСБ, участия не принимал ни в Луганске, ни в Донецке. Завтра он будет выдворен из России на Украину. Антон Подковенко, Вести.